Спустя три месяца поисков подходящей кандидатуры правительство наконец обрело вице-премьера по реинтеграции. Сегодня утром он принес присягу. Им стал Олег Серебрян, до недавнего времени занимавший пост посла Молдовы в Германии. Имя нового члена Кабмина до последнего держали в тайне, а буквально на днях Серебрян сам громко заявил о себе, оказался в центре скандала. Ранее глава Кабмина Наталья Гаврилица заявила, что у правительства есть кандидат на пост вице-премьера по реинтеграции, но имя назвать отказалась на отрез, сослалась на просьбу будущего члена Кабмина. Правда, чуть позже имя это прогремело во всех СМИ. Опытный дипломат во время интервью сделал скандальное заявление, говоря о решении Приднестровского конфликта, привел в пример Китай, утверждая, что там две республики. Продолжение следует, что, по-настоящему, нужно решить, не может остаться в конце концов, даже, да, у нас много ситуаций, когда дозырые в этот гендер, университет, останутся в республика Молдова. Чина, бутылка. Две два члена есть. Есть два члена, Республика Популярная Чинеза и Республика Чинеза. Дополнение дипломата осудило общественность. Партия социалистов выпустила пресс-релиз, который напомнил Олегу Серебряну, что подобные заявления и безответственны, особенно в контексте того, что Пекин оказал нашей стране очень ценную поддержку в борьбе с пандемией, а также реализует различные экономические программы и предоставляет гуманитарную помощь. За день до вступления в должность Олег Серебрян публично извинился перед китайским народом. В своем заявлении он отметил, что Молдова полностью поддерживает принцип единого Китая, который является основой хороших отношений между нашими странами. Олег Серебрян сменит Влада Кульминского на посту вице-премьера при интеграции. Последний ушел в отставку менее чем через 100 дней после назначения правительства Гаврилицы.